Журналист из Казахстана провел несколько месяцев в Украине, рассказывает, что его впечатлило больше всего. На фоне всего этого, то, что позитивно шокирует, то, что люди не теряют присутствие духа, то, что они готовы бороться дальше. И вот это, даже на фоне вот этих вот отключений коммунальных услуг, когда украинцы там говорят, да, без цвета или без вас, без вас, без тепла или без вас, без вас. Ну, говорят про Россию, да, которая все время там сучится в грудь и говорит, что мы там братские народы. В украине говорят, ну, во-первых, они уже не братские, уже никогда не будем братскими народами, а во-вторых, ну, мы победим. И они в этом прям очень сильно уверены. И когда вот простые люди, с которыми ты разговариваешь, и когда ты видишь, а эти люди, которые потеряли родных, близких, которые там видели массу ужасных вещей, и когда они сейчас живут, пытаются адаптироваться в более-менее мирной жизни после оккупации, да, как бы, и так далее, и при всем при этом они держат в фокусе вот эту вот главную мысль, что им нужно бороться. И это видно там, противоположно, вот, объявляется с воздушной тревогой, мы побежали в бомбоубежище все, посидели там три часа и не услышали ни одного взрыва, потому что его отработало очень хорошо. Через три часа приходят уведомления, там, увага, в любви по витринной тревоге, ну, то есть, внимание, отбой воздушной тревоги. Мы выходим из бомбыубежище, и первым делом, что делают украинцы, они начинают все в телефон советы, такие, что-то делать в телефон. Я первое время не понимаю, да, ничего они там делают в телефон, причем, подавляюще больше всего. Оказывается, это, потом, например, сказали, это первый такой позыв украинцев, то, что они делают, после отбоя воздушной тревоги они начинают перекидывать деньги за СУ.